Удон – это лапша, ставшая традицией в рационе японцев. Это национальный культурный элемент Японии, второй по популярности после риса. Всем привет! С вами снова Елена Беседовская. Добро пожаловать на мою кухню, где мы с вами сегодня готовим пан-азиатскую кухню. Лапша удон с курочкой. Точное количество ингредиентов вы найдете внизу под видео, где также расположена красная кнопочка «Подписаться». Подписывайтесь, делайте ее серой. И ждите мое новое видео. Приступаем к делу. Сейчас я замариную корочку в соевом соусе и мелко нашинкую овощи. Путешествуя по Юго-Восточной Азии, я, конечно же, влюбилась и в культуру, и в кухню. Потому что это совершенно другой мир. С его диковинными декорациями, инсталляциями, природой и, конечно же, кухней. Сладкой и острой одновременно. Ты сначала делаешь полное отрицание. Нет, нет, это не мое, никогда не буду кушать. Потом ты думаешь, ну нет, вроде ничего так, давай-ка попробуем еще разок. А потом ты влюбляешься раз и навсегда. И ты становишься поклонником паназиатской кухни. Самурайским ножом показываем секретные ингредиенты. Чеснок, имбирь и красный острый перец, соевый соус, соус терияки. Пока варится лапша удон, а варится она 5-7 минут, посмотрим, мы за это время успеем приготовить все наши ингредиенты, смешав их на сковородочке. При приготовлении удона используется самая толстая лапша, от 2 до 4 мм в диаметре. Обжариваем мясо с овощами на сковородочке, добавляя все ингредиенты. Когда мой ребенок просит сделать доставку еды из какой-нибудь кафе, я говорю, нет, 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 давай я приготовлю это сама. Я это готовлю и моей семье это нравится. Я надеюсь, вам тоже это будет очень вкусно. Кстати, при простуде удон применяется как народное средство самолечения в Японии. В рукописях удон называется сагубей, мугинава, табата. Сдабливаем курицу с овощами с соусом терияки и даем протомиться 2 минуты. Весь секрет в азиатских соусах. Цвет удона варьируется, консистенция мягкая и эластичная. Едят его и горячим, и холодным. Добавляем лапшу на сковороду, перемешиваем, доводим до готовности и даем протомиться еще 2 минуты. Вуаля, готово! Очень быстро, очень ловко, очень ярко. Сейчас я буду насыпать, презентовать и пробовать. Дорогие друзья, я очень рада, что я могу вам показать разные кухни народов мира. Сегодня у нас японский рецепт. И спасибо большое японцам за это чудо. Или как будет по-японски, аригато. С вами была Елена Беседовская и мои интересные рецепты. Чтобы знать их больше, подписывайтесь на мой канал, лайкайте и комментируйте. Готовьте, как я, готовьте лучше меня, готовьте для своих любимых. А также смотрите новые видео, которые появятся на вашем экране. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!